МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Наталья Титова. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Сегодня выпуски. Серёжка передошел, троих спас. Ну, это правильно. И стоял до конца. Последний. И в горе упал. Расскажем о герое нашего времени Сергея Воробьёва из посёлка Волоконовка, который погиб в марте, выполняя боевую задачу в ходе спецоперации. На выставке в форуме «Россия» стартовала неделя Белгорода. Чем будут удивлять гостей нашего павильона? Число белгородцев, занятых в малом бизнесе, превысило 262 тысячи человек. Почему растёт количество индивидуальных предпринимателей, узнаем из новостей экономики. Ну, а вначале о предстоящих холодах и сопутствующих трудностях для пешеходов и автомобилистов. Впереди, пожалуй, самая напряжённая пора для коммунальщиков. И, как сообщил сегодня губернатор, к зиме по докладам глав муниципалитетов и Министерства ЖКХ регион полностью готов. Это касается и запаса песко-соляной смеси, и техники её более тысячи единиц. Вячеслав Гладков напомнил, что в прошлом году районам и округам передали спецмашин на, по сути, рекордную общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. Была проблема с водителями. По докладам муниципалитетов сейчас штаты укомплектованы для работы в две смены. Плюс есть договорённость о привлечении 200 механизаторов, которые работают на сельхозпредприятиях. Их мы будем привлекать в пиковую нагрузку. Время покажет. Я надеюсь, что все те планы, которые выстроены, те мероприятия, которые проведены, они позволят справиться с любой нагрузкой, с любыми сюрпризами, которые будут готовить для нас погоду. Продолжаем. Герои нашего времени. Какие они? Такие же, как и в годы Великой Отечественной. Простые парни с соседней улицы. Настоящие мужчины, которые в нужный момент встали на защиту Родины. Один из них Сергей Воробьёв из посёлка Волоконовка. Он погиб в марте этого года в ходе специальной военной операции. Награждён орденом мужества. Посмертно. История героя и его семьи в сюжете Татьяны Куликовой. Я знала парня, кличка Воробей. Жил по закону, не притаяй, не убей. И улетел, как птица из гнезда. На время, думал, оказалась навсегда. Эти строки написала волоконовская поэтесса Галина Гришина о своём земляке Сергея Воробьёве, участнике спецоперации. Ему было 33 года, когда он погиб в марте во время штурма укрепрайона под Белогоровкой. Весть о том, что Сергея не стало, потрясла весь посёлок. Родные теперь частенько пересматривают это видео. Перебирают фото и личные вещи. Военные билеты, иконки, медальон и часы. Они были на парне в момент, когда остановилось его сердце. И грязь даже луганская осталась. Молодого человека мобилизовали в октябре 2022-го. Мама Людмила Ивановна вспоминает, мысли не пойти на фронт у сына не было. Он с первых дней СВО активно занимался волонтёрством. Не раз ездил с гуманитаркой за ленточку. Также помогал товарищам уже в бою. Сослуживец Максим потом рассказал родителям, что их сын перевязывал раненых и в тот последний свой день. Стояли до последнего. Он и Максим, да? Максим остался жив, ну, как раненый, выпал. Серёжка. Это уже Максим рассказывал. Это друг его, да? Да, да. Он был контужен и тоже, он вообще по слогам разговаривал. Ну, всё рассказал. Он говорит, нас спасал, прикрывал нас. Ну, и сам ушёл. Серёжка перевязал, троих спас. Ну, и отправили. И стоял. До конца. Он последний. И в старик упал. Буквально в каждом поколении Воробьёвых, как и, наверное, во многих семьях нашей страны, мужчины вставали на защиту Родины. Деды во время Великой Отечественной, отец Сергея служил в Грузии, а старший брат Александр участвовал в боевых действиях на территории Чечни. Он стал героем нашей семьи. Так же, как дед Иван, который прослужил всю войну в Смершу. Дед Владимир, который погиб под Ржавом, в лютой битве. И мы полностью понимаем, что сейчас мы находимся в тепле, живые, здоровые, только благодаря таким, как Сергей. И Сергей тоже. На этой одной общей фотографии и бессмертный полк, герой нашей семьи. Он абсолютно достоин памяти своих предков. И мы гордимся им. В одном ряду с доблестными воинами прошлого Сергей и другие наши земляки, которые отдали свои жизни, выполняя боевые задачи, и в архивах местного районного музея. В зале славы открыли стенд с фотографиями и личными вещами участников СВО. Мы рассказываем здесь сначала о Великой Отечественной войне, о локальных операциях на территории Афганистана, Чеченской народной республики, ну и, конечно же, теперь, это уже как неотъемлемая часть экспозиции, это специальная военная операция на территории Украины. Родители передали сюда форму сына. На кармане позывной. Такое же, как и прозвище, которое пошло еще с детства. Конечно, его все называли Воробей. Сергей вырос в одном дворе с моим мужем. И я, конечно, тоже знала Сергея. Это был очень, ну, наверное, да, он был всегда открытым, душевным человеком. Добрый, чуткий, рубаха парень. Таким он навсегда останется в сердцах земляков и родных, которые рассказывают о нем с теплотой и слезами на глазах. Свою семью он завести не спешил, но был очень близок с племянниками. Многое успел сделать на этой земле, но одно обещание, увы, осталось невыполненным. Праздничный танец на выпускном с племянницей. Я помню до сих пор, как он говорил, как он меня любит. И обещал мне подарить выпускной танец. Но не получилось. Но никому не отдала его танец. Ни с кем не танцевала. Так что этот танец остался за ним. И будет только его. Многие родственники наших земляков, которые погибли в зоне СВО, неохотно говорят о случившемся. Слишком сильна боль, слишком велико горе. Почему родные Сергея Воробьева решились на этот рассказ, полный грусти и слез? Это дань памяти. Они продолжают жить, строить планы на будущее и верят в победу. Ведь в нее верил их воробей. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогория. Далее новости экономики. Число белгородцев, занятых в малом бизнесе, превысило 262 тысячи человек. Это почти треть всего финансово активного населения региона. В масштабах страны занятость в этом сегменте экономики также демонстрирует уверенный рост. Елизавета Верещагина попыталась разобраться в его природе. Лиза, привет. Привет, Наташа. Слушай, ну я знаю немало людей, которые предпочитают, ну или по крайней мере предпочитали работать на крупных предприятиях. Что-то изменилось? Малый бизнес вовсе не претендует на кадры крупного, а растет за счет тех, кто раньше просто работал в серую. Основной драйвер роста занятости сектора МСП это самозанятые. Только за последний год их число в нашей стране и в области выросло в полтора раза. Это люди, которые работают на себя и раньше вообще не имели никакого статуса, не платили налогов, а теперь вышли из тени. В первую очередь это разного рода фрилансеры. Дизайнеры, программисты, репетиторы, фотографы, визажисты, парикмахеры. А еще те, кто сдает недвижимость или работают удаленно на крупные компании, но без оформления в штат. В Белгородской области в сентябре самозанятыми числились 56 тысяч 250 человек. Это пятая часть всех работников малых и средних предприятий. А их общее количество перевалило за 262 тысячи и выросло за год почти на 5 процентов, посчитали в агентстве «Финэкспертиза». В масштабах страны рост еще заметнее. Аналитики связывают его не только с собелением фриланса, но и с поиском компаниями возможностей по оптимизации налоговых отчислений. Так, самозанятость обеспечивает пониженную налоговую ставку и отсутствие сложной бухгалтерии. А переход от формата ООО к ИП дает больше свободы распоряжаться финансами. Получается, и тут корыстный интерес. Поменьше бы платить налогов и побольше зарабатывать. Ну, это и есть бизнес. И основное целеполагание строится на зарабатывании денег. Тем более, если это легально, то почему бы нет. Бывают, конечно, и другие случаи, когда переход в ИП нужен для маскировки темных дел. Например, незаконного обнала. Но в целом рост занятых в малом бизнесе это скорее результат направленной политики государства. Со временем для МСП расширяются не только налоговые льготы, но и меры финансовой поддержки. Есть льготные кредиты и даже микрозаймы. Их выдают не те частные микрофинансовые организации, которыми сейчас усыпаны российские города. И где люди не от хорошей жизни занимают за зарплаты. А специальные государственные микрофинансовые компании. И ставки там отнюдь не драконовские. А наоборот, пониженные за счет госсубсидирования. В среднем от 5 до 9% годовых. В Белгородской области, по данным регионального отделения Центробанка, в первом полугодии выдали 150 таких займов. Почти на полмиллиарда рублей. И еще одна новость про налоги. Но теперь уже не для бизнеса, а для всех нас. Чуть больше двух недель остается у россиян, чтобы успеть уплатить налог на имущество. Такая обязанность есть у всех, кто владеет квартирой, домом, комнатой, гаражом и даже парковочным местом. А еще есть транспортные и земельные налоги, по которым тот же срок до 1 декабря. Если что-то из перечисленного у вас есть, то, скорее всего, вы уже в курсе, когда и сколько платить. Налоговая служба рассылает соответствующие уведомления, в том числе в электронном виде через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Там же можно оплатить квитанцию по безналу. Так удобнее всего. В целом процесс совсем не трудоемкий. Знать ставку налога и считать самому ничего не нужно. Но если все же захотите проверить расчеты налоговой, то можете узнать в реестре кадастровую стоимость своей недвижимости и умножить ее на определенный процент. Жилые помещения, гаражи и парковочные места облагаются налогом в размере 0,1% от стоимости. Для всех других объектов 0,5%. Но в разных муниципалитетах ставки могут отличаться. Так, в Староскольском округе действует повышенный коэффициент на дорогую недвижимость. Например, жилье дороже 3 миллионов облагается по ставке 0,3%. А в Валуйском округе предусмотрены разные ставки для домов и квартир. Всю информацию также можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. За неуплату в срок имущественных, транспортных и земельных налогов предусмотрены пени и штрафы, которые могут доходить до 40% от размера налога. Так что рекомендую эти обязательства надолго не откладывать. Трое из пяти россиян берут работу на дом в выходные и праздники. Чаще всего это участь дизайнеров, инженеров и главных бухгалтеров. Социологи из Суперджо попросили 3000 россиян во всех округах страны и выяснили, что каждый четвертый из них часто берет работу на выходные домой. А более 35% ответили, что делают это хотя бы иногда. Строго придерживаются принципа отдыхать и не заниматься рабочими вопросами в нерабочее время только 8% россиян. Интересно, что чаще всего дела и личную жизнь успешно разделяют программисты. Также не любят работать дома системные администраторы и секретари. Лиза, я тебе желаю, чтобы хватало суток, 24 часов, чтобы завершить все дела и задачи, которые только прибавляются. Какое хорошее пожелание. Благодарю. Спасибо за интересную информацию. Это были новости экономики от Елизаветы Верещагиной. Новый выпуск смотрите в следующий вторник. В продолжении темы. В столице завершилась международная промышленная выставка «Металлэкспо». Свыше 800 российских и зарубежных предприятий представили все многообразие продукции черной и цветной металлургии, современные станки и технологии. Среди участников и наши земляки из Старого Оскола. Компания ТХМ «Промпечь» успешно разрабатывает и производит термическое оборудование для целого ряда крупных заводов по всей России. О том, как небольшому предприятию удалось за несколько лет стать без преувеличения промышленным гигантом, расскажет Влад Калинин. «Металлэкспо». 29-я международная промышленная выставка «Металлэкспо-2023» оказалась в два раза больше прошлогодней, как по количеству участников, так и посетителей. За четыре дня работы на ней побывало около 30 тысяч человек. Термическое оборудование производства компании ТХМ «Промпечь» хорошо известно далеко за пределами Старого Оскола. При том, что среди трех предприятий, входящих в холдинг теплохиммонтаж, оно самое молодое. В следующем году отметят десятилетний юбилей. За это время накоплен уникальный опыт создания промышленных печей для многих отраслей промышленности. На стенде представили модель одной из них. Это достаточно современный тепловой агрегат, то есть он оснащен рекуперативными газовыми горелками, которые позволяют сэкономить до 30% природного газа при выполнении операции термообработки. Здесь очень высокая точность распределения температуры, плюс-минус 5 градусов в любом из рабочих диапазонов от 200 и до 1150 градусов Цельсия. Здесь применены самые современные футуровочные материалы, то есть падина выполнена из бетона, жаропрочного, очень прочного, стойкого и надежного стены, выполнены волокнистыми огнеупорными материалами российского производства, что позволяет в общем-то тоже значительно экономить топливо. Независимо от габаритов и специализации, печь полностью контролируется электроникой. Температурный режим, время цикла и прочие параметры программируются на пульте управления. Производство изделий любой сложности может осуществляться всего одним-двумя операторами. Все наши агрегаты являются автоматизированными, даже не автоматизированные, а автоматическими. То есть, по сути, они не требуют непосредственного участия человека в работе. То есть, задача оператора по сути, нажать пуск, вот, в данном случае пуск и всё. В каталоге компании 15 типов промышленных печей с электро- либо газовым нагревом. Есть среди них камерные, колпаковые, туннельные и кольцевые. Каждый раз задача, поставленная заказчиком, решается в индивидуальном порядке. От проектирования до монтажа и запуска оборудования. Сотрудники ТХМ «Промпечь» также осуществляют полное гарантийное сервисное обслуживание, включающее своевременную реконструкцию и модернизацию. Есть печи на 900 градусов, есть на 1200, есть на 1400 градусов. То есть, зависит от специфики заказчика, что он хочет получить. Есть, например, линии закалочно-отпускные, то есть, металл там разогревают, металл закаляют, опускают, например, в жидкости, в воду, в полимеры. Далее, например, отпускные печи есть. В каждой печи какое-то свое направление. С началом экономических санкций компания испытала ряд трудностей с поставками необходимых деталей. Переход на отечественные разработки и параллельный импорт помог не только решить проблему, но и значительно улучшить позиции на рынке, благодаря уходу западных конкурентов. Инженеры создали уникальные рецепты закалки металла, которые используют в вагоностроении. Благодаря новым технологиям балки, рамы и автосцепные соединения обрели повышенную прочность, устойчивость к коррозии и температурным перепадам. Мы являемся, наверное, эксклюзивным производителем в России закалочно-отпускных комплексов для термообработки среднего, мелкого вагонного литья. То есть, в основном все печи либо старые советские в этом плане, либо какие-то комплексы применялись импортные. Саняя компания произвела уже более 120 промышленных печей разных типов. В среднем за год удается в зависимости от габаритов разработать и ввести в эксплуатацию 12-15 проектов. Сейчас рабочие графики сотрудников предприятия уже расписаны до 26-го года. Перспективы очень огромные, потому что рынок российский он необъятный. На сегодняшний день мы работаем со всеми крупными машиностроительными металлургическими компаниями, как Новолипецкий металлургический, Магнитогорский металлургический. Идет очень интенсивное обновление термического парка. Везде все нуждается в обновлении. Соответственно, все обращаются к нам. Из 820 стендов, которые были представлены на металл-экспо 2023, организаторы выбрали 100 лучших. Экспозиция ТХМ «Промпечь» удостоилась победного кубка. Количество посетителей выставки, оживленные переговоры, демонстрация последних достижений, это несомненно знак того, что ситуация в отрасли не просто выправляется, но и демонстрирует хорошие горизонты. А значит, портфель заказов старооскольцев будет только расти. Влад Калинин, Эдуард Горелов, такой день на «Мире Белогорье». И еще об экономике. Как на современном предприятии в повседневном ритме выявить потери, повысить выработку и добиться стабильного роста ключевых показателей? В решении этих и других вопросов помогает региональный центр компетенций. Его эксперты в рамках нацпроекта «Производительность труда» с 2018 года тесно сотрудничают с бизнесом области. К большой программе присоединились уже более ста компаний нашего субъекта. В октябре участником стал Белгородский завод минеральных худобрений. О том, какие изменения ждут организацию, расскажет Кирилл Мусаев. Белгородский завод минеральных худобрений предприятие «Молодое». Однако это не мешает, выпуская здесь 2500 тонн гранулированного сульфата аммония в месяц. Продукция, с помощью которой можно повысить урожайность пшеницы, подсолнуха, кукурузы и многих других культур, пользуется популярностью как у фермеров, так и крупных агропромышленных комплексов Центрального Федерального Округа. Несмотря на успешно отлаженные бизнес-процессы, руководство компании готово к изменениям. Мы развиваемся, мы хотим идти вперед, и, как говорится, чтобы идти вперед, надо получать знания. И в первую очередь это повышение производительности, оптимизация труда, мы в этом направлении, то есть расширяться, как говорится, учение свет, не учение тьма. В октябре предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». В следующие три месяца сотрудники под руководством экспертов регионального Центра компетенции проведут диагностику производственных процессов, выявят основные проблемы и составят план по их решению. У нас проект на предприятии рассчитан на три года. Первые полгода мы работаем вместе с вами и реализуем пилотный проект по повышению производительности. Который после рабочая группа масштабирует на все участки предприятия. Более того, сотрудники смогут перенять от экспертов ФРЦК необходимые знания и навыки, в том числе по внедрению инструментов бережливого производства. По итогу удастся снизить время протекания процессов и увеличить выработку. Также предприятия, которые работают с экспортом либо планируют начать экспортировать свою продукцию, российский экспортный центр помогает создать команду специалистов на предприятии из сотрудников этого предприятия, которые смогут вывести этот продукт на международный рынок. Также в рамках системных мер предприятие может получить льготный займ на модернизацию производства, на модернизацию оборудования, развитие своего предприятия под 1%. Это лишь некоторые возможности, которые получают участники нацпроекта. Предприятия, желающие принять участие в национальном проекте производительность труда, могут подать заявку на его официальном сайте и пройти отбор. Кирилл Мусаев, Вадим Кулинич, такой день на Мире Белогория. Двигаемся далее. Сегодня на выставке в форуме «Россия», которая работает на ВДНХ, началась неделя Белгорода. Для гостей нашего стенда подготовили разнообразную программу. Научное шоу, концерт путешествий, интервью со знаменитостями, розыгрыш подарков и раздача пищевого мела, который, кстати, очень полезен. А еще в нашем павильоне можно подписать и отправить в любой регион эксклюзивные почтовые открытки акварели с видами областного центра. Лимитированную серию создала белгородская художница. Если будете в Москве на этой неделе, обязательно сходите. Вход бесплатный. Информация о том, где находится наш павильон, о времени работы выставки, а также подробные афиши мероприятий в официальном аккаунте стенда Белгородской области ВКонтакте. И еще одна информация. Сразу после выпуска смотрите на «Мире Белогорье» запись вечернего эфира Вячеслава Гладкова «10 вопросов губернатору». И к этому часу все. В студии работала Наталья Титова. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова